Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, вы смотрите Самарские новости спорта. Волейбольная нова начинает и выигрывает по партиям. Именно так можно охарактеризовать матч между новокуйбышевской командой и новосибирским локомотивом. Хотя гости в МТЛ-арене на старте доминировали на площадке со счетом 5-2. Но затем хозяева вернулись в игру и первая партия закончилась в пользу новы 25-22. Интрига встречи зародилась после второй 19-25. Локомотив без труда раскатал нову по паркету, что явно разозлило новокуйбышевцев. И уже две последние партии они оставили за собой, хотя счет в третий был на грани фола 25-23. В финале наступление Сибиряков сбил тайм-аут главного тренера новы Константина Брянского. А победный мяч забил Биряков 25-20 и 3-1 по партиям. Новокуйбышевский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф. Пока не восьмые. Лидер – Казанский «Зенит». У нас сыграла команда, то есть то, что на установке достучался, да не достучался, ребята готовы были, они все прекрасно понимают. Но просто это как-то дошло до них, что только командой можно победить. Ребята вышли биться за каждый мяч, разбивались на площадке. Да, не получалось. Да, были моменты, что мы проваливались. Но тем не менее сыграли все вместе команды, сыграли хорошо. В баскетбольной суперлиге Самара одержала верх над Новосибирском. Волжане добились очередной победы со счетом 81-74. Таким образом, самарцы взяли реванш за поражение во втором круге. И теперь захватили лидерство в национальном чемпионате. На одну очку отстает Спартак Приморье. Третий претендент на золотые медали «Темп из Ревды» на 5 очков. Три следующие встречи Самара проведет на выезде. Третьего марта Ижевск. Шестого в Москве сыграет против фармы ЦСКА. И двенадцатого их ждет Рязань. В Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне». Третьего и четвертого марта все желающие смогут сдать нормативы по физкультуре. Заявки для участия принимаются до 28 февраля. Справка врача о состоянии здоровья обязательно. Возраст участников от 18 до 70 лет. Претендентов на значок ГТО ждут 3 марта во дворце спорта легкой атлетики, улица Физкультурная, 10. А 4 марта в 11-й спортшколе, улица Старозагора, 226А. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!